Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 11 сентября. Я вот перерабатываю свою продукцию, солю, что-то консервирую, что-то вялю. И сейчас я хочу еще раз рассказать вам немного о сорте Казанова. Я вам уже показывала его на улице, как он растет в кусте. Какой он. Говорила, что это огромный двухметровый гигант, весь увешан вот этими вот сардельками. И сейчас вот я буду заниматься консервацией и расскажу вам, что он идеально подходит для консервирования. И объясню почему. Ну почему тут ясно. Плоды такой формы, которая сама просится в банке, почти нет в банке пустых мест, потому что они, видите как, они прям, ну идеально для банки. Это вообще лучше сорта не придумаешь. Особенно вот если 0,7 банка, высота от начала до конца, никаких промежутков нет, ничего. Вообще меня восхищает, что именно такой размер под баночку, такая форма. Вот сейчас у нас пасмурно на улице, дождь, ночью Белград. Но если вот плохое настроение, пасмурная погода, захотите улыбнуться. Посмотрите разнообразие сорта Казанова. Я сейчас солю, но консервирую и смеюсь. Ну это вообще, ну как так может придумать природа на одном кустике? Смотрите, губки, рыбьи губки какие-то, как будто рыбка вот так делает. Вот такие есть. Есть простые, ну вот без всяких изысков, самый обыкновенный. Есть вот с такими маленькими набалдашничками. Вообще это как-то, ну такой очень изысканный. Есть вот и такие есть с перемычками. Тут больше, тут меньше. Ну короче, все, ну так же, так же как и в жизни, как люди. Люди все разные. И вот Казанова он тоже. Нет ни одной помидорки, которая повторялась бы. Все совершенно разные. У кого набалдашнички больше, у кого меньше, у кого нет вообще. У кого просто скромная вот такая щелочка, раздвоенный конец. Ну это вообще, я не знаю, как можно так придумать. Вот разнообразие форм вот этих вот. И в длину так же он. Один огромный, длинный, другой поменьше, покороче, подлиннее. Всякие разные. Но все они, какие бы ни были у них наконечники, там раздвоенные, набалдашнички, в банку они подходят идеально. И когда я рассказывала на улице, делала видеообзор, я говорила, что для сока он не очень пригоден. И лучше его не использовать для сока, потому что у него мало жидкости, у него больше вот этого. Он весь состоит вот из этого из мяса, из плотного. Это очень хорошо, когда вам нужна густая масса, например, для приготовления кетчупа, меньше вываривать. Для приготовления лечо тоже будет не жидкая, там же нужна густая такая заправка. Я вот хочу, так же, как предыдущий сорт, мараханскую кисть, хочу ее законсервировать и повялить. Потому что для вяления, мне кажется, оно идеально. Пишется всегда, что выбирайте вот такие мясистые, мало, не водянистые сорта, чтобы было много мяса, много сухих веществ. Вот казанова именно такой сорт. Я вот такие лодочки сейчас наготовлю, повялю, посмотрю. Потому что, вот видите, я разрезала именно, что у него вот эти толстые мясные, ну, короче, мясная вот эта составляющая, она почти вся помидорка, воды почти нет. И это очень хорошо для консервирования. Когда водянистый томат, его начинаешь вытаскивать, он может как потерять форму, порваться, весь вытечь. Тут вытекать нечему, тут одно мясо. Я вот, конечно, все это законсервирую, потом зимой буду доставать. Я покажу, как она себя, ну, как повела в консервации. Но уже видно и сейчас невооруженным глазом, что такие мясистые томаты, это идеальный вариант для консервирования. Воды нет, одна вот эта мякоть, но мякоть тоже плотная. И что очень хорошо для консервирования, он сам такой, плотная шкурка, и он сам такой тугой. Ну, вот смотрите, форма сама просится в банку. Раз, раз, все. 4-5 помидорок, это как раз такое порционное консервирование по маленьким банкам. Один раз открыл зимой, сварил пюре, котлетку и две вот таких помидорки казанова. Прекрасный вариант. Все, удлиняться не буду. Ясно, что эти томаты очень хороши для консервирования. Как они будут в реальной жизни законсервированные, увидим только зимой. А сейчас пока консервирую, мою и смеюсь. Одна стою тут на кухне и хохочу. Мне очень нравится их рассматривать. Люблю все такое интересное и необычное. Ну, вот это вот вообще рыбка моя. Все, до свидания. Все, до свидания.